доброго времени суток мои дорогие подписчики и гости моего канала с вами канал энергия таро а это значит что сегодня нас с вами ждет очередной расклад перед тем как мы начнем я прошу поддержать это видео лайком это очень помогает мне в развитии канала также если вы еще не подписались то предлагаю сделать вам это прямо сейчас нажмите на колокольчик чтобы не пропускать новые видео все мои ссылки на мои социальные сети и мои личные контакты есть под любым видео комментарии к этому видео также у нас есть второй закрытый канал на бусте слева сейчас появится qr-код по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок контент и те расклады которых нет и не будет здесь на youtube канале потому что youtube их может просто-напросто заблокировать я благодарю всех тех подписчиков которые уже с нами на канале на бусте а с прошлого года друзья помогайте нам становиться лучше расширяться и выкладывать все больше новых раскладов на закрытый канал ваши имена и ники сейчас появится на ваших экранах кстати для тех кому неудобен в устье есть закрытый телеграм-канал там все те же самые видео что и на бусте друзья и вы можете обратиться ко мне в личку чтобы зарегистрироваться на этом канале чтобы я вас туда добавила сумма тоже 299 рублей в месяц и расклады все те же самые также напоминаю вам о том что у меня есть личные расклады и консультации я делаю обряды и мы делаем обрядовые свечи из натурального воска своими руками за обрядами обрядовыми свечами и личными раскладами и консультациями прошу обращаться ко мне в личку личка указана в комментариях к каждому видео на канале а сегодня с нами карты призма виженс здравствуйте карты и поговорим с вами сегодня о кирилле толматском кирилл толматский он же дэцел основоположник хип-хопа в россии рэпл исполнитель начала двухтысячных который на заре своей карьеры и блистательного будущего отказался от денег отца и помощи в своем продвижении на сцене в пользу людей своих слушателей до которых текстами своих новых философских песен хотел достучаться призвать к здравому разумному мышлению к сожалению не успел лишь толика отголоски вы новых песен сейчас доходят до нас и кто знает тот поймет причина смерти дэцла кто хотел его смерти отношения с отцом каким он был настоящий кирилл толматский все это мы сегодня расскажем и покажем на картах таро призма виженс первый вопрос это конечно же характеристика личности каким был на самом деле кирилл толматский будем называть его так это его настоящими характеристика личности каким был на самом деле кирилл толматский покажите нам пожалуйста карты каким человеком на самом деле был Кирилл Толмацкий. Характеристика его личности. Характеристика личности Кирилла Толмацкого. Карты Ерофанта. Ерофант это, во-первых, поцелованный богом. Изначально родился под счастливой звездой. У человека с детских лет, с младенческих лет, с пеленок, золотая ложка во рту, хочется сказать. То есть он не простой человек в этом мире и не способен он для того, чтобы привнести сюда какую-то толику чего-то таинственного, то есть либо через свои песни, через текст своих песен, либо через какую-то другую творческую деятельность. Он должен был, обязан был остаться в сердцах многих. Ерофант это человек, который связан с какими-то определенными структурами, либо с темными силами. Возможно, подписан был темный договор или его отцом, мы сейчас узнаем, посмотрим. И здесь человек, который в любом случае, несмотря на то, что он связан с темными силами, несет какой-то позитив, отголоски позитива. Здесь цветочки у нас на карте. Здесь человек меняет не только свою судьбу, но и судьбу всех тех, кто находится рядом с ним. Пятый старший аркан говорит о том, что его личность, она очень многим, скажем так, дала виток, дала какой-то воздух для дальнейшего размышления, что в этой жизни происходит не так, что в этой жизни творится. Вот текст его песни, они как раз говорили о том, что в этой жизни, в России в особенности, в правительстве Российской Федерации не все так просто, как нам кажется. Человек, который не спослан Богом Всевышним именно в это тело для каких-то определенных действий на этой земле. Но по пятому старшему аркану он мог больше дать этой планете, этим людям, опять-таки через тексты своих песен, чем он дал на самом деле. То есть он очень рано ушел из жизни. Эта карта еще говорит о том, что это была не кармическая смерть, да, о том, что он должен был жить долго до старости. Здесь человек также обладает какими-то тайными знаниями, возможно, интуицией хорошо развитой, возможно, какими-то эзотерическими, магическими способностями, но никак это не выводит на пьедестал, да, и не выводит в культ, то есть не говорит об этом. Человек крайне вдумчивый, мудрый, серьезный, философский мыслит, и на все философский смотрит, начитан, грамотен, но хитер по своей сути, хитер в каком плане, это не хорошо и не плохо, скрывает какие-то определенные пороги своего подсознания, скажем так, какие-то позывы, да, и не может всем тем, что у него в голове, поделиться с окружающими, то есть очень многое скрывает в себе. Он любит посидеть в одиночестве, поразмыслить, такой человек-отшельник, человек-интроверт даже, можно сказать, да, несмотря на то, что кажется на людях, что он очень громогласный, экстраверт, тем не менее он любит побыть в одиночестве, любит почитать, помыслить, порассуждать, и ему нечасто удавалось это сделать, да, по этой карте, по пятерке, по старшему Аркану Иерафант. Вот такая характеристика личности, грамотный, начитанный человек со своей какой-то тайной внутри, который не смог поделиться с окружающими, который умер слишком рано и не донес эту стратегию, которую он должен был исполнить в своей жизни, до людей. Вот такая необыкновенная, очень сложная, громогласная характеристика личности Кирилла Толматского. Следующий вопрос. Сильные и слабые стороны. Сильные и слабые стороны Кирилла Толматского. В чем его сильные и слабые стороны? Кстати, старший Аркан выпадает на людей по характеристике личности, сильных, думающих, людей, которые действительно должны в этой жизни добиться чего-то большего, нежели вот Кирилл добился. Должен был он пойти выше, но не смог, к сожалению. Сильные и слабые стороны Кирилла Толматского. Его сильные стороны, его слабые стороны. Сильные стороны – это башня. Здесь вообще, вообще в любой колоде, башня – это разрушение какое-то. А здесь вот башня – это начало чего-то нового. Башня стоит на краю, может вот-вот рухнуть и провалиться, потому что может обвалиться вот эта скала, на которой стоит башня. Но, тем не менее, здесь растет дерево. Около башни растет дерево, это значит, ростки, какие-то плоды. И это дерево дает этой башне, оно его как-то подпитывает. Корни дерева и земля дают башне какой-то рост. И башня не падает, башня стоит на месте. Его сильные стороны – это то, что он всегда мог настоять на своем, на своей правоте, на том, что он действительно хочет в этой жизни. У него на все было свое мнение. И это его сильная сторона. Сильная сторона – то, что он стоял на своем, башня стоит на своем месте и никуда не проваливается. Крыша башни не разваливается, как обычно в колодах классических Rider-Waite или в каких-либо еще колодах, в тех же самых девиантных колодах. Здесь башня стоит, и свет в окнах горит. То есть башня существует, и там живут люди. Так вот, стоять на своем, стоять на месте. Даже если ты стоишь на краю утеса, на краю оврага, на краю какой-то скалы, ты не боишься. У него не было практически никаких страхов в том плане, что страхов перед людьми. Он мог показать себя и мог высказать все то, что он думает на самом деле. Вот это его сильные стороны, друзья. А каковы же его слабые стороны? Очень много эмоций. Шестерка Кубка говорит о том, что очень много эмоций у человека. Очень чувственный человек. Очень ранимый, крайне недоверчив. Нет, я хотела сказать крайне доверчив. Он не крайне доверчив. Он доверчив был крайне к своим людям, которые его окружают. То есть, допустим, к супруге, к девушке, которая понравилась. Или к друзьям своим. Да, здесь он был крайне доверчив, уязвим очень. На какие-то слова, возможно, мог обидеться. Или, возможно, мог быть крайне импульсивным в общении, в отношении. Что-то ему не понравилось, он мог послать на три буквы, например. Вот здесь очень много чувств, очень много эмоций. В этих чувствах он сам утопал. Здесь русалка, здесь девушка купается, оборачивается и смотрит. То есть, если он обижен был на кого-то, он всегда ждал, что к нему подойдут первому. То есть, была вот такая вот гордость, горделивость в человеке. Я не могу назвать это эгоцентризмом. Это все-таки больше гордость, такая детская обидчивость, детская непосредственность. Утопал в эмоциях, которые ему дарили люди. И в хороших, и в плохих в том числе. Это слабая его сторона, она его часто подводила. И часто не давала понять, действительно хороший человек рядом с ним находится или нет. Когда он действительно начинал доверять этому человеку. Его сильные и слабые стороны. Главные страхи в жизни Кирилла. У всех у нас есть страхи, так или иначе. Несмотря на то, что я сказала, что он ничего в своей жизни не боялся. Какие главные страхи были у Кирилла Толматского? Чего он боялся больше всего на свете? Чего Кирилл Толматский боялся больше всего на свете? Стоять на месте, остановиться, не двигаться. Умеренность и шестерка жезлов. Шестерка жезлов движения, открытие чего-то нового. Умеренность стоять на месте. Оберевать из пустого в порожне. Не двигаться, никак не совершенствоваться. Не идти к своей намеченной цели. Король кубков еще говорит о том, что опять-таки движение на месте и король кубков. Быть нелюбимым, непризнанным возможно. Непризнанным народом, непризнанным обществом, социумом. И непризнанным в семье. То есть у своей любимой женщины. Быть непризнанным, не двигаться, не стоять на месте. И быть нелюбимым мужчиной, нелюбимым мужем, нелюбимым отцом. Вот это его самые главные страхи. в признании и как раз-таки в семье, что семья его может не взлюбить, что семье может быть бросить, или может быть развода какого-то боялся, то есть боялся быть непризнанным. Да, рыцарь кубков. Рыцарь кубков еще очень много эмоций, я же говорю, очень много эмоций, очень много эмоционировал, шел напролом, шел против системы. Человек, который с помощью своих чувств и эмоций идет против системы, слишком много распыляется. Очень много у него к себе было претензий, очень много целей, очень много претензий. Он как будто каждый день какую-то новую цель ставил перед собой и не успевал этим же самым целям, эти же самые цели доводить до конца. Очень боялся стоять на месте, именно поэтому все время эмоционировал и шел куда-то вперед. Но двигаться вперед нужно поступательными движениями. А он как будто бы распылялся направо и налево. Главное, чтобы его любили, главное, чтобы он был замечен. Он почему-то очень боялся быть непризнанным семьей и непризнанным народом. Больше всего семьей, конечно. В чем Кирилл Толманский видел свое счастье? Что делало его счастливым? И был ли он счастлив? В чем Кирилл Толманский видел свое счастье? Что делало его счастливым? Что делало Кирилла Толманского счастливым? И был ли он счастлив на самом деле? Что делало его счастливым? Перерождение, карта смерти, трансформация, я же говорю, постоянно двигаться вперед, не останавливаться на достигнутом, убирать границы дозволенного и идти вперед к новым целям. Что делало его счастливым? Это расти над собой, рост над собой, как духовный, он здесь даже больше духовный, нежели какой-то материальный, творческий, здесь духовный рост у человека. Это делало его счастливым. Какие-то книги, возможно, какие-то разговоры философские на какие-то глубокие темы, это делало его счастливым. Он не смог согнать улыбку со своего лица, когда он садился рядом с человеком, который действительно его понимал вот в этих самых разговорах, вот в этой его последовательности. был ли Кирилл счастлив на самом деле его сила, его мудрость, его характер сделали его счастливым он сам себя делал счастливым не кто-то, не его окружение, не семья хотя в этом, конечно, тоже не стоит сомневаться потому что семью он очень любил он сам со своим характером, со своим стержнем он делал себя счастливым яркими красками покрывал свою жизнь, можно сказать да, он был счастлив в своей вот этой какой-то искренности к самому себе искренности к этому миру, к окружающим людям он был счастливым человеком следующий вопрос отношения Кирилла Толмадского с отцом Александром Толмадским любил ли Александр Толмадский своего сына Кирилла Толмадского настоящей отцовской любовью или он был для него всего лишь его проектом как-то я сожалела сейчас скажу, друзья любовь закончилась тогда, когда Кирилл захотел самостоятельно как-то организовать свой путь скажем так, да, начал писать свои какие-то философские песни с глубоким подтекстом это его очень сильно расстраивало я имею ввиду отца, да, я здесь не вижу какой-то любви именно, я здесь вижу жезлы я здесь вижу потухшие кубки да, это четверка кубков какая-то апатия, какая-то грусть у отца и какой-то какой-то даже стыд за своего сына, да, за то, что он сглупил по дураку за то, что он начал жизнь заново он считал, что он несправедливо к нему относится Александр Толмадский считал, что Кирилл Толмадский несправедливо к нему отнесся тогда, когда выбрал неопределенный путь своей жизни когда пошел какой-то своей дорогой и в этой своей дороге он был слаб, да то есть у Децла не было продюсера как такового он пошел своим путем и Александр считал, что это слабая позиция что нельзя было этого делать, да что он из дурака, из нулевого старшего аркана сделал настоящий туз жезлов то, что он из него сделал настоящую звезду и то, что из семьи просто так не уходят здесь карта семьи, с чего начинается семья с четверки жезлов, да и тут я сделал для тебя настоящий прорыв ты стал настоящей звездой как ты мог меня бросить как ты мог меня покинуть и как ты мог вообще заняться чем-то своим неопределенным вот здесь грусть за сына стыд какой-то, да чувство стыда я не вижу здесь любви отцовской настоящей я вижу здесь отношение как к проекту и как к проекту, который не реализовался до конца так, как хотел его отец здесь вот такие чувства, друзья не вижу здесь искренней любви я вижу здесь нацеленность на работу да, на рабочие какие-то моменты но именно отцовской теплоты восхваления, гордости за сына я не вижу а вот Кирилл Толманский любил ли Кирилл Толманский своего отца настоящей сыновьей любовью как отца своего, да или как он к нему относился как Кирилл Толманский относился к своему отцу любил ли он его как Кирилл Толманский относился к своему отцу Александру Толманскому Любил, любил Любил, но все на мечах Все на ножах Все покрыто мраком Карта дьявола Здесь, возможно, действительно был какой-то темный договор Который, возможно, отец заключал за сына Не зря же сын так быстро и резко прославился И не зря же Александр Толмацкий Обыкновенный человек Который когда-то в свое время Начал шить джинсы своими руками Прославился и стал продюсером Олега Газманова и других звезд На российском шоу-бизнесе Просто так ничего не бывает Очень любил в серединке любовь В серединке действительно яркие чувства И чувства ненависти здесь, и любви Здесь не только чувства любовные Как к отцу Я тебя как и люблю, так и ненавижу Половина на половину У нас с тобой не получается У нас с тобой постоянный конфликт По королю мечей Ты меня все время считаешь своим ребенком Своим детенком Детки, маленькие птичьи детки Сидят в гнезде А я тобой управляю То есть Александр Толмацкий Ты мной постоянно управляешь А карта дьявола здесь указывает на то Что между ними были какие-то отношения С темным подтекстом Понимаете Здесь попахивает, говорю же, темным договором Хорошо Любовь и ненависть здесь все было В отношении от Кирилла к отцу По поводу новой супруги Александра Толмацкого Отца Кирилла Кирилл ее как-то не взлюбил сразу И даже не желал знакомиться Ему было обидно за маму Это очевидно Но правда ли, что новая супруга Александра Толмацкого Она преследовала в отношении Александра Толмацкого Только лишь меркантильные цели И поэтому Кирилл ее сразу не взлюбил Потому что Кирилл в одном из своих интервью Говорил о том, что ладно бы она была умная женщина Работящая, целеустремленная Но она ни того, ни другого, ни третьего не имела Правда ли? Или это просто Кирилл был обижен на отца? Действительно ли супруга новая Александра Толмацкого Молодая супруга Преследовала в отношении Александра Толмацкого Только лишь меркантильные цели? Правда ли это? Да, завязать рот Я здесь самое главное Она такое ощущение, что им руководила И руководит по сей день Я имею в виду новая жена Александра Толмацкого Как приструнила его Королева мечей Это либо женщина воздушного знака зодиака Либо женщина, действительно имеющая Какие-то меркантильные цели Закрыть рот Только мой рот должен быть открыт И только я должна говорить Так, как я сказала, так и будет А он был на выборе Александр Толмацкий был на выборе Долго думал Уходить к любовнице или не уходить Но тут, конечно, любовница сыграла свою партию Сказала, что если ты не уйдешь Если ты не выперешь меня То все, то я ухожу То есть здесь Зажала ему рот Веревкой, своими собственными руками Посадила какое-то сомнение в его голову Насчет жены, насчет Их семейной жизни Здесь, как и любовница Вот эта новая жена Александра Толмацкого Она его уговорила уйти из семьи Там был какой-то договор между ними Он бы так не ушел, возможно, из семьи Возможно, бы просто с ней встречался Но тут как семя было посажено Какое-то семя Я тебя никому не отдам Возможно, даже имел место приворот какой-то Я тебя никому не отдам Будешь только мой Либо она лярва Либо это какой-то приворот черный Потому что женщина, действительно, не очень хорошая Я имею в виду Настоящую супругу Молодую жену Александра Толмацкого Действительно, Кирилл был прав в этом отношении Заключал ли Кирилл Толмацкий Темный договор Заключал ли отец Кирилла Толмацкого Темный договор за него Кто из них заключал темный договор И заключали ли вообще Заключал ли Кирилл Толмацкий Темный договор Заключал ли отец Кирилла Толмацкого Александр Толмацкий Темный договор за своего сына Здесь отец заключил за сына темный договор А сын в роли королевы кубков Королева кубков это та, кто принимает любовь Та, кто принимает эмоции Та, кто принимает чувства Кто является слишком чувственной И слишком хорошей для этого мира И на ней могут все ездить Из-за того, что в ней слишком много любви Нераздаренных любви Нераздаренных эмоций Он слишком хорошо относился к своему отцу И то, что отец ему преподнес То он и подписал, хочется сказать И здесь рыцарь, ну тут даже не подписывал ничего Здесь отец за него подписал Как будто бы отец по рыцарю кубков За него все решил Не поступательными движениями, как это нужно А как-то резко, быстро Я делаю из тебя звезду все Я хочу сделать из тебя звезду, значит так и будет Здесь отец действительно заключал темный договор И именно отец своей рукой подписывал Мне Кирилл Условия этого темного договора Каковы были условия темного договора Который Александр Толманский Заключил за своего сына Кирилла Толманского Каковы были условия темного договора И еще, почему ответ Да у меня здесь, да, друзья Эта карта положительная вышла, неотрицательная Условия темного договора Который заключил Александр Толманский За своего сына Кирилла Толманского Условия. Действительно темный договор, да? Действительно дьявол. Ты не можешь идти своим путем. Девятка жезлов. Ты стоишь на месте. Девятка – это вообще стагнация. Стоим на месте, деградация, уход вниз, да? И если ты уйдешь своим путем, если ты где-то посеешь свои семена, то мы тебя схватим, да? Карта дьявола. Карта ползущей змеи. Здесь ползет змея по осеннему лесу, если можете увидеть. Ты не можешь своей дорогой идти, иначе тебе конец по пятерке Пентакли, иначе мы тебя, ну, либо убьем, да, либо ты не станешь звездой, ты деградируешь, да, ты падешь ниц. Вот такие условия. Он не мог идти своим путем. Он должен был определенное количество лет, там, 50 лет, на 50 лет они заключали с отцом договор, определенное количество лет должен был служить, грубо говоря, своему отцу. Что послужило катализатором того, что Кирилл Толмацкий решил не работать больше на своего отца и начал писать свои песни с глубоким смыслом? Что послужило катализатором того, что Кирилл Толмацкий решил не работать больше со своим отцом и начал писать песни с глубоким смыслом? Почему Кирилл Толмацкий перестал работать со своим отцом? Как с продюсером, как с человеком, который давал ему слабые деньги, да, почему? Какое-то резкое решение, да, причем это решение пришло как резко. Все, я все беру в свои руки, все силы беру в свои руки, да, все те, которые у меня имеются, и обрываю все эти связи, да, потому что ненавижу. Вот на тот момент ярко вспыхнувшие эмоции, это как раз ненависть, туз мечей и туз кубков. Ненависть смешана с любовью, как я уже говорила, да, какие отношения у Кирилла с отцом были. Ненависть с любовью смешана, и вот я беру все в свои руки и делаю так, как я хочу, все, хватит, с меня довольна. Я больше не буду белой овечкой по умеренности, да, я больше не буду делать то, что мне говорят. А почему? Очень много эмоций. Я тут за эмоциями как будто даже разглядеть ничего не могу. Да, очень много эмоций. Какой-то конфликт был. Какой-то эмоциональный конфликт. И после этого эмоционального конфликта конфликт отцов и детей, хочется сказать. Да, здесь не про темный договор, не про то, что он узнал то, что темный договор, он узнал то, что отец заключил за него темный договор. Нет, здесь к теории заговоров не имеет никакого отношения. Да, здесь он перестал общаться с отцом и сотрудничать, потому что конфликт отцов и детей. Просто ненависть какая-то к отцу. И за королеву Жезлов, и за королеву Жезлов, из-за его женщины, из-за женщины отца, собственно говоря. Просто люди перестали общаться именно потому, что отец ушел к другой женщине. Это его сподвигло, скажем так, к тому, чтобы начать заново, начать с чистого листа. Он не хотел больше видеть отца, не хотел, не то что видеть его, не хотел принимать его сторону, да, вот в плане новой женщины. Он как знал, что эта новая женщина не принесет его семье, семье Кирилла ничего хорошего. Хорошо. Через свои песни Кирилл Толмацкий действительно хотел донести людям правду о проблемах России, о том, что правительство просто играет нами, как пешками, правительство Российской Федерации. Через свои песни Кирилл Толмацкий действительно хотел донести людям правду о проблемах России, о проблемах нищеты в России. Действительно ли он хотел донести правду, или он просто писал, ну потому что ему нравилось, или он ставил перед собой какие-то цели. Он долго думал, нужно это или нет вообще делать. Долго думал, нужно начинать именно в этом контексте или нет. Были мысли, что не нужно вообще этого касаться. Были мысли, что не нужно этого касаться, но он пошёл вперёд. Он осознал то, что необходимо это для страны, для народа, как стержень такой будет. Действительно, он ставил перед собой цели, чтобы людям доказать и донести всю правду. Он хотел быть таким первооткрывателем в этом плане. Я хочу открыть людям правду, глаза раскрытием. Именно народу. Потому что он считал народ своей семьёй, да. Он решился. Но его очень сильно удручало, что он был в этом не призван. Почему-то очень многие не обращали на его песни, на смысл его песни никакого внимания. Это очень сильно не то, чтобы обижало, не то, чтобы оскорбляло. А он как бы потом думал, может быть, вообще куда-то уехать или скрыться, или вообще как бы уехать из этой страны. Да, вот тут мысль такая какая-то была. У него ещё была мысль об инсценировке своей смерти. Да, может быть, вот здесь как раз двойка жезлов показывает эти мысли. Да, то, что он может инсценировать свою смерть, но его к чёрту уехать куда-нибудь на остров, куда глаза гулять, туда, где нет людей. Чего я тут всем доказываю? Никто ничего не понимает особо. У него вот есть ещё такой вот водного знака зодиакуум. Я знаю то, что он водного знака зодиакуум. У него есть очень много чувств и эмоций, очень много его переполняют прямо это. И если его кто-то не понимает, его очень сильно это обижает. Он не обижается, обижается не из инфантилизма своего, а из-за того, что просто вот он слишком добр душой, и как это так, меня не понимают. Ну вы что, не видите, всё на поверхности, вот как бы хочется сказать. Он действительно хотел донести до людей правду, да. Это так. Действительно ли на заре карьеры у Децла была звёздная болезнь? И в чём она выражалась? Говорю здесь у Децла, потому что его сценическое имя всё-таки Децл, да, давайте узнаем. Действительно ли на заре карьеры у Децла была звёздная болезнь? В чём она выражалась? Действительно ли на заре своей карьеры у Децла была звёздная болезнь? В чём она выражалась? Была, была. Было помутнение, рассудка, да. Карта Луна говорит о том, что всё затмило разум, волки воют на Луну, я тут самый главный, кто я, кто вы. Было такое, не спорю. Девчонок было много, да? Да, эгоцентризм возрос его, да, в тысячу крат, хочется сказать, из-за того, что много девочек, из-за того, что много гулянок, пьянок, выпивки. Дело было такое. Растрачивался по пустякам, как будто бы не ценил деньги, как, знаете, как мусор их выбрасывал направо, налево, на девочек в основном, да, вот почему-то вот у него именно в плане девочек. Хотя не могу сказать, что он прям вот был какой-то падкий на женщину. Просто, видимо, хотел показать себя, да, таким образом. Да, это он тем самым терял свои ресурсы, терял свою силу. Разбрасывание ресурсов направо и налево. И он это вовремя понял. Да, он вовремя остановился, он трансформировался, он поменялся вовремя. Тогда, когда понял, что женщины, что какие-то связи, что какие-то деньги, они его ресурсы губят, ресурсы уходят от него, его сила уходит от него, его здравый смысл уходит от него, да, и он пошел своим путем по десятке жезлов. Пусть непростым, десятка жезлов – это непростой путь, путь человека, который сам себе пробивает дорогу в мир шоу-бизнеса или куда-либо еще, да, но он пошел своим путем. Действительно, звездная болезнь была, но он вовремя очухался. Деньги он, конечно, растратил нормально. Своё эго он потешил, однако он понял то, что люди, в основном, окружающие его, с ним только ради денег, а не ради его личности. Употреблял ли Кирилл Толманский легкие или тяжелые наркотики? Какой период жизни это был? Как часто? Употреблял ли Кирилл Толманский легкие или тяжелые наркотики? Употреблял ли легкие наркотики? Употреблял ли тяжелые наркотики? Давайте посмотрим. И легкие, и тяжелые наркотики были, да, и то, и другое было, но вот здесь он вовремя остановился, потому что считал, что это ему ни к чему. Я по поводу тяжелых наркотиков имею в виду. Легких было много, они были разные. Карта смерти, один раз даже его, ему было очень плохо, да, возможно, его откачивали по этой карте, да, возможно, ему было так плохо, что он решил после этого больше не принимать эти легкие наркотики, да, но ему было по кайфу. Вот именно вот эта карта, карта смерти, мне по кайфу принимать, вот укурить травку там, допустим, да, какие-то легкие наркотики. А какой период жизни это был? Тяжелые наркотики он сразу остановился. Он остановился, он понял, что это не его. Один раз был, один или два раза. В какой период жизни он принимал легкие наркотики? Уже осознанно. В возрасте взрослый, возможно, даже до конца своей жизни, да, карта смерть, покуривал травку, скажем так, да, осознанный возраст, карта отшельника. А в какой период принимал тяжелые наркотики? Ну, здесь по юности, незрелости, по инфантильности, по своей, однако он очень сильно испугался, потому что что-то его прям, кто-то ему дал эти наркотики, да, кто-то ему вот передал, как бы, на, попробуй. По шестерке Пентакли, это детская карта, детки передают друг другу что-то, да, что им интересно, что им понравилось, и тут кто-то ему передал, угостил, и после этого он больше не употреблял их. Ну, наконец-то мы подбираемся к самому главному, да, сначала про здоровье поговорим, а затем про смерть. Были ли у Кирилла Толмазского проблемы с сердцем? Потому что говорят, что он погиб именно от сердечного приступа, и то, что у него были до этого проблемы с сердцем. Были ли на самом деле у Кирилла Толмазского проблемы с сердцем? И вообще, что было со здоровьем? Были ли у Кирилла Толмазского проблемы с сердцем? И вообще, что было со здоровьем Кирилла Толмацкого? Тут какие-то болезни, во-первых, передающиеся по наследству, по карте МИР. Которые были в такой стадии, знаете, затишья. Они никак не вылазили наружу, скажем так. Да, есть какие-то такие проблемы по наследству, передающиеся генетическим путем. Болезни, которые стоят на месте, стагнируют и никак не развиваются. Не деградируют, не уходят. Просто какая-то хроника была. Хроника, которая, знаете, появится, уйдет, появится, уйдет. Вот эту карту хочу раскрыть. Какие-то проблемы в области, тут в области половое значение, да. Проблемы имеющие половое значение. Это проблемы органов, ну, все, что касается мужских органов, да. Возможно, часто простужался, да, вот именно внизу, в нижней части живота. Я имею в виду карты влюбленные, карты двойка кубков. Да, карты императрицы тоже это доказывает. Императрица – это влюбленные двойка кубков. Как и по рыцарю Пентакли, как что-то ему, что-то он получил от кого-то. Тут, знаете, какая-то болезнь интересная, венерического, не венерического характера, да. Тут передающаяся половым путем, скажем так, которая постепенно вылазила наружу. До конца не мог ее излечить в себе. Были какие-то рецидивы, были ремиссии, да, в которые он выходил. Эта болезнь не страшна, она лечится. Ну, то, знаете, вот что-то связанное именно с половым, передающейся половым путем болезни. Но я не вижу здесь проблем с сердцем. Проблемы с сердцем-то были? Ну, вот тройка мечей, да. Здесь передающиеся проблемы генетические. Да, были какие-то проблемы, но даже не проблемы с сердцем, столько, сколько по крови. Возможно, с венами какие-то проблемы были, да. И вот здесь, да, можно сказать, что отчасти он собрал все свои болезни генетические. От мамы, от папы взял. Но они были в стадии затишья, в стадии стагнации. Они никогда его не беспокоили. Проблемы с сердцем были? Проблемы даже не с сердцем, сколько с венами, проблемы с кровью, да. Возможно, анемия была какая-то, ну, так в легкой стадии, я имею в виду. Но здесь таких явных проблем не было. Здесь вот что-то с венерической, какие-то проблемы, но боюсь сказать, какие именно, потому что они его не часто беспокоили, были какие-то случаи рецидивов. Действительно ли Кирилл Толматский умер физически 3 февраля 2019 года? Или это была инсценировка его смерти? Потому что он говорил, он же в осознанном возрасте, ему было на тот момент 35 лет, то, что он хочет инсценировать свою смерть и уехать куда-нибудь, да. Действительно ли Кирилл Толматский умер физически 3 февраля 2019 года? Действительно ли умер? Или это была инсценировка его смерти? Да, действительно умер. Посмотрите, да, пятерка Пентакли действительно умер. Умер от чего-то или от кого-то? Какая-то сила, да? Здесь, видите, порошочек сыпается. Какая-то сила извне его убила. Здесь как не самостоятельно, не естественно. Инсценировку, ну давайте откроем. По пажу... Сейчас, секундочку, друзья, лосочек. По пажу губков он не мог инсценировать свою смерть по той простой причине, что слишком добр был с сердцем и слишком сильно любил своих родных и близких и не мог себе этого позволить. Просто не мог. Хотя, возможно, по какой-то своей некой инфантильности мужской, скажем так, он думал об этом. Он так думал об этом с улыбкой на лице. А вот может мне инсценировать смерть? А вот я хотел бы, да? Но так как он был очень добр душой и очень любил своих близких, я повторюсь, он не мог просто себе этого позволить. Действительно ли умер физически? Да, действительно. Пятерка Пентакли. Карта человека умершего или карта человека заблудшего, карта человека, который очень плохо себя чувствует физически. Причина смерти Кирилла Толмацкого. Это естественная смерть или его убили? Причина смерти Кирилла Толмацкого. Да, есть причина? Сначала посмотрим смерти. Все-таки это сердце, может быть, да, было. И потом посмотрим, естественная ли это была смерть или убили. И посмотрим, как его убили. Причина смерти Кирилла Толмацкого. Что-то дали ему. Ему что-то дали. Он что-то взял у рыцаря Жезлов. У какого-то мужчины. Здесь какой-то мужчина замешан. Мужчина огненного знака зодиака, либо мужчина напористый, вспыльчивый, характерный. Какой-то мужчина что-то ему передал. После чего он отправился в другое измерение. Хочется сказать, в другой путь. Открылись врата другие. Тут либо алкоголь, либо какое-то вещество, которое меняет сознание. Возможно, та же самая травка, да, по курите. Там что-то было в этой травке. Возможно, какая-то отрава. Здесь отраву попахивает. Да, причина остановки сердца. Это правда. Да, патрульки мечей. Это остановка сердца. Это какое-то предательство от человека, от которого он не ожидал еще. От которого он спокойно взял и наступила смерть. Остановка. Девятка. Остановка сердца. Тройка мечей. Остановка. Остановка сердца. Смерть. Уход в другое измерение. Что-то взял от короля жезлов. А что это было? Это был напиток какой-то? Или это действительно были какие-то наркотические вещества? А что он взял? Что Кирилл Талманский? Третьего, второго, тысяча девятнадцатого года взял от некого короля жезлов, после чего умер. Что это было такое? Что это такое было? Это как отрава какая-то, да? Да. Как что-то подсыпали ему. Карта маг. Что-то подсыпали. Здесь все-таки что-то, меняющее сознание. Да. Сознание меняется вокруг меня. Тут либо как какая-то травка. Что-то покурить. Что-то покурить. Что-то порошок какой-то. Как легкий наркотик такой, знаете. Ну, после которого, соответственно, он отошел в мир иной. Но там была отрава однозначно, потому что данный король жезлов хотел причинить ему вред. Хотел его смерти. Понятно, что его убили, да? Я даже спрашивать не буду. Естественно, или смерть, или убили. Была ли смерть Кирилла Толмацкого жертвоприношением неким? Потому что карта маг у меня все-таки вышла. Давайте зададим этот вопрос. Была ли смерть Кирилла Толмацкого неким жертвоприношением? Потому что все-таки он считался светлым человеком на российском поприще, на российской сцене, в российском шоу-бизнесе. Была ли смерть Кирилла Толмацкого неким жертвоприношением? Сакральной жертвой был ли он? Вы знаете, тут замешан некий человек. Отец замешан здесь, скажите мне, пожалуйста. Здесь замешан человек, который слишком много дал маленькому Кириллу и не понял, почему это вдруг он взял и отошел от него. Такое не прощается. Это отец замешан в убийстве Кирилла Толмацкого. Его отец. Король Пентакли. Король Пентакли. Семейная карта. Не только отец, да? Здесь такое ощущение, что отец знал, что Кириллу не станет. Как это ни странно, как это ни... Ну, во-первых, был заключен темный договор, и если Кирилл пойдет своей дорогой, то в любом случае его не станет. Да, я вам говорила уже об этом. Здесь ощущение такое, что отец сам как бы не замешан, но он прекрасно знал, что Кирилл пойдет по другому пути, по другой дорожке, я имею в виду, уйдет в мир иной. По шестерке мечей этот мир иной, эта дорожка в карту смерти ему была уже проложена. Он только, отец только не знал, когда конкретно это случится. Но отец однозначно был в курсе. Король Пентакли, король Нечея, с которым у него был конфликт, да, конфликт отцов и детей, и он знал, что все, что все остановилось для Кирилла на этой земле. Тот человек, которому я много дал в детстве, посмел от меня уйти, у нас случился конфликт, и это конфликт с королем Пентакли. Король Пентакли еще мужчина земного знака зодиаком. Я знаю, что для Кирилла все, две девятки, девятка и восьморка мечей, настала стагнация, что он пропал, что его в любом случае убьют. Но я только не знаю, когда конкретно. Тут не то, чтобы отец замешан. Тут нет жертвоприношения, тут есть просто темный договор, его условия были нарушены. Я не могу сказать, что это жертвоприношение. Могу сказать лишь только, что отец все знал. Кто убил Кирилла Толматского? Как мы уже поняли, что это была какая-то отрава. Мотив убийства. Давайте на всякий случай еще раз посмотрим. Понятно, что условия темного договора гласили о том, что он в любом случае умрет, и на дороге дальше не будет. Если он ослушается, если он пойдет своим путем, а тем более он такие песни начал писать. Кто убил Кирилла Толматского? Еще раз спросим. И мотив убийства. Кто убил мотив убийства? Две карты уходят. Тот, кто всегда держал его в поле своего зрения. Тот, кто был рядом. Тот, кто был рядом с ним всегда. Тот, кто помогал ему в чем-то даже. Возможно, даже это отец его подослал, или кто-то подослал этого человека к Кириллу, для того, чтобы тут, скорее всего, не отец, а отец тут такая пешка, на самом деле. Тот, кто-то Кириллу подослал этого человека, чтобы этот человек всегда был рядом с ним, и чтобы потом он нанес удар ему по десятке мечей, чтобы этот удар был последним, как бы в его жизни. Какой-то мужчина, король Жезлов, как я уже говорила, который был рядом с ним, который что-то ему дал. Кирилл ему доверял, этому человеку. Но тут, как его кто-то подослал этого человека, к Кириллу, чтобы он был всегда рядом. Мотив убийства. Тут даже три карты вышло. Хорошо, мотив убийства. Ну, мотив убийства ослушался, да, человек. Начал выступать рыцаря мечей. Начал лезть в пасть вот такому вот острозубому гусю, хотя это вообще как так. Сделал свой выбор по жизни. Пошел не тем путем. По семерке мечей, как, вы знаете, как украл что-то. Украл идею. Украл бренд Децл. И пошел своим путем. Такого нельзя допускать при условиях темного договора. Темный договор сработал. Сработал. Не на милость. К Децлу. Еще пара вопросов, друзья. Как отреагировал на самом деле Александр Толмацкий на смерть своего сына Кирилла Толмацкого? Что он чувствовал, когда ему сообщили о его смерти? Вот его настоящее чувство. Не чувствовала на камеру, да? А как отреагировал на самом деле Александр Толмацкий на смерть своего сына Кирилла Толмацкого? Что он чувствовал, когда ему сообщили о смерти Кирилла? Ему сообщил сам король Жезлов, что все сделано. Тот, кто его отравил, сообщил сам человек, который это совершил. И как будто бы он сообщил самому первому отцу. Он сказал, что все, все покончено. А как отреагировал сам Александр? Ну, тут, знаете, некая задумчивость, я даже не скажу, что это грусть какая-то по сыну, какая-то задумчивость. Ну вот, сынок, ты же знал, что так будет. Да, какая-то легкая грусть, какая-то легкая печаль, задумчивость, какая-то переосмысление каких-то своих мыслей в голове. Да, я имею в виду отца, что он думал. Карты мир, что так все и должно было случиться, что ты, наверное, сейчас в лучшем мире. Восьмерка Пентакли, это... Я посадила новые цветы, у него слишком много забот у отца, да, у Александра Толмацкого. У него были уже другие дети. Я посадила новые цветы, я надеюсь, что они прорастут так, как мне нужно. Он особо не грустил, была какая-то легкая печаль, но он понимал, что так будет. То есть он знал заранее. У него не было какого-то явного горя. Я так скажу. В чем заключалось предназначение Кирилла Толмацкого на этой земле? В этом воплощении. В чем заключалось предназначение Кирилла Толмацкого на этой земле? В этом воплощении. В том, в котором он появился на этот свет. В виде Десла, мальчика с дрэдами. В чем заключалось предназначение Кирилла Толмацкого на этой земле? Ну, он должен был рано умереть, во-первых. Я хочу сказать, что он в целом воплотил все, все то, что он должен был сделать для этого света, для этой земли, да, в этом воплощении, конкретно в этом воплощении, потому что в другом воплощении он будет чем-то большим. Он будет неким магом. Он будет человеком, который будет опережать события. Он будет человеком, трансформирующим события в своей жизни. Это в следующей жизни, друзья, в следующем воплощении. А в этом воплощении он должен был рано, скоро, скоротечно уйти, но должен был показать людям изнанку и предательство через свои какие-то песни, да, через свое творчество, карта мага. Он был выше них, выше нас, обычных людей, и мы могли видеть его на сцене, мы могли видеть его в телевизоре, и он должен был донести до нас, он должен был трансформировать наши мысли, наш разум для того поколения Пепси, которое его слушало. Но он сделал всё в этом воплощении, то, что он должен был. Следующее его воплощение, оно тоже послужит какому-то примеру нам с вами. И он придёт тогда, когда мы будем живы ещё, в наше поколение. Мы ещё будем живы, когда мы перевоплотимся. И он что-то нам такое покажет ещё, от чего мы просто ахнем и поймём. Ну вот, наконец-то пришёл человек, который раскрыл нам глаза на правду. Он должен был раскрыть глаза на правду, на предательство сверху, которое идёт сверху. То, что нами манипулируют по карте мага. Эти карты можно интерпретировать как угодно вообще, вот эти три карты. То, что нами манипулируют, то, что нами владеет кто-то свыше, да, имей в виду глобалистов, людей, которые находятся в правительстве. Но он воплотил все свои какие-то кармические задачи в жизнь. Но он должен был прожить ещё более долгую жизнь, на самом деле. Он мог ещё много чего показать, но сердце его остановилось по той простой причине, что он придёт ещё раз и покажет что-то ещё, что-то большее, докажет что-то большее этому миру. Где сейчас душа Кирилла Толматского? Перевоплотилась ли она уже или нет? Это последний вопрос, друзья. Где сейчас душа Кирилла Толматского? Перевоплотилась ли она или ещё нет? Где сейчас душа Кирилла Толматского? Ну и что-то Его забрали и пока держит Держит в каком-то измерении определенном Но сейчас ему лучше, чем было в самом начале То есть он не в какой-то астральной проекции Находится, а такое ощущение, что Ищет свое тело Новое тело Да, и он его скоро найдет И скоро он родится Вот прям скоро, совсем скоро Может в течение года или через год По тузу жизни Поиск нового тела Поиск нового места жительства Обитания души Да И будет тоже по рыцарю Кубков Он будет человеком целеустремленным таким же Пытаться воплотить в жизнь Какие-то свои планы, цели Но здесь он будет уже более подвижнее Ловчее, скажем так И расскажет уже всю правду о том, что происходит В нашем мире, в России или в другой стране Он родится в России Ну положительные карты выходят Женщины выходят, да Может быть в образе женщины сильной Трансформирующей все на этом пути В этой жизни Может быть просто в образе мужчины Но с женскими чертами лица Или характера Но положительные карты вышли на Россию Поэтому да, родиться в России Друзья, это были все вопросы На такую личность Как Децл, Кирилл Талмазки Задавайте, пожалуйста, свои вопросы Пишите в комментариях Какие бы видеорасклады хотели видеть На моем канале Не забывайте, что у нас есть Второй закрытый канал Где мы освещаем все эти темы О которых невозможно молчать О которых нереально выложить На ютуб канал Потому что ютуб их можно заблокировать Это шок расклады Шок контент Напоминаю о том, что у меня есть Личные расклады и консультации Обряды и обрядовые свечи Которые мы делаем из натурального воска Своими руками А я вас очень люблю, друзья И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok